Полезные подарки и ценные призы призёрам и победителям. Итоги сразу нескольких конкурсов подвели на фестивале «Эколетос АЭС», который состоялся на площадке возле информационного центра Балаковской атомной станции. На церемонии были отмечены лучшие участники проектов «Школьник Росатома. Собери портфель пятёрок». Слава создателям! Балаковская АЭС «Моя гордость», детский рисунок по охране труда и фотоконкурса в объятиях природы. Победители и призёры сменяли друг друга на импровизированной сцене и поздравил всех юных участников и начальник управления информацией и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко. Большое спасибо вам за то, что вы нашли возможность и приняли участие в этих замечательных конкурсах. Особенно слава создателям «Школы Росатома. Собери портфель пятёрок», поскольку я прекрасно понимаю, что у учеников главный их труд сегодня – это учёба. Поэтому разрешите поприветствовать вас на нашем замечательном фестивале. Ещё раз благодарность от коллектива Балаковской АЭС, от концерна «Росэнергатом». Спасибо, что нашли время, участвовали, замечательные работы показали. Сами участники говорят, что такое большое количество разнообразных конкурсов позволило им раскрыть свои таланты на 100%. Я учитель, я классный руководитель этих детей. Дети очень творческие, умные. Он делал презентацию мультимедийную, вот Серёжа Стыценко, стихи, здесь есть награда за стихи. И за конкурс, за девочка Настя Пашмарго участвовала, победила в конкурсе рисунков. Вообще мы часто участвуем в подобных конкурсах. Нам нравится. Это социализирует детей, это поднимает самооценку. И учителей, естественно, радует. Я хотела сказать, что я горжусь тем, что я живу в городе Балакова. И что именно здесь есть Балаковская АЭС. И что её работники не только выполняют свою работу, но ещё и заботятся о людях. Проводят вот такие замечательные праздники и конкурсы. Спасибо. Мы с мамой делали поделку «Мирный атом». Фестиваль – он на то и фестиваль, чтобы каждый пришедший нашёл себе занятие по душе. Ребята и их родители, побывавшие на празднике, пели и танцевали. Поддерживали творческие коллективы Центра культуры Антары с правкома Балаковской АЭС. Рисовали яркие рисунки на асфальте. Забавные аниматоры веселили ребятишек. Водили с ними хороводы и давали весёлые задания. Всего около 400 мальчишек и девчонок окунулись в волшебный мир фестиваля «Эко-лето» с АЭС. И можно с уверенностью сказать, что лето для юных друзей Балаковской АЭС началось с позитива.